здравствуйте канал masters of body снова с вами тема сегодняшнего выпуска голень прошлый раз когда мы упоминали в одном из давних выпусков именно эту мышцу она была вами как оказалось очень востребована было очень много много отзывов и откликов и вот мы решили посвятить ролик и самое главное что будет чем позыв чем цел тренировка максимально простая и понятна которую может сделать практически в любом зале любой человек но она офигительно эффективно то есть когда он предлагает стоять на голове и толкать потолок ногами в пол то есть вверх там это не обязательно делать и мы сейчас покажем этом простом примере и объясним нюансы которые надо выполнять чтобы это действительный эффект был сто процентов я буду показывать то что я делаю андрюха будет сегодня повторять мою тренировку ты готов окей конечно готов первое упражнение начнем делаем подъемы на носки собственным весом с отрицательным углом наклона это позволит вам максимально растянуть сухожилие мышцу подготовить их дальнейшей основной силовой работе задача полностью выйти на носки пиковое сокращение и дать максимальную растяжку пятки во внутрь не сводим почему потому что во многих жизненных ситуациях у нас и так ноги стоят 3 позиции и у большинства людей наружная часть отстает плюс если где-то мы подворачиваем ногу малая подвижность сустава также отрицательно играет поэтому подготавливаем его растягиваем и 1 и 2 и кому легко может руками слегка поддавливать на упор носки будут сползать это через каждых пять раз надо будет повторять после 15-20 повторений у вас уже голень находится в состоянии экстаза итак начинаем основную часть нашей растянутой подогретой подготовленной голени и это конечно же будет подъем на носочки в станке значит смотрите самая большая ошибка когда ребята в этом упражнении начинают гнаться девчата за большим весом и потом у них получается какие-то вот такие вот движения непонятные и да кроме варикоза вы никаких не результатов от этого не получите тот же самый принцип вы должны делать не менее 15 повторений и в максимально возможной амплитуде полная растяжка полное сокращение только тогда вы зададите ей форму как минимум если как говорится богом не дано то сильно она и не прибавит но минимум избежите травм связанных с весом и сделать ее хотя бы красивой красиво если все детали будут подчеркнуты это будет классно и делаем вторую половину вторая половина будет у нас практически наоборот голень подумала что уже все 15 раз и в предыдущем тренажере вроде как хватило а нет ничего подобного теперь мы ложимся убираем осевую нагрузку с поясницы задираем ноги кверху тем самым сосуды разгружая убираем осевую нагрузку на колено если такая была и продолжаем убивать этим замечательным станком который есть практически в любом зале и даже неважно дорогой ох это адская связка и два упражнения вам практически сегодня больше ничего не понадобится а следующее упражнение это конечно же сидя в тренажере здесь обратите внимание многие делают небольшие ошибки слишком садятся и у вас эта подушка дали аж на середину квадрицепса попробуйте расположить нагрузочку именно вот над коленом чтобы она шла на голень они где-то там но увеличенный рычаг это конечно легче но это не так эффективно потом выполняем здесь очень хорошее преимущество смотрите мы полностью поменяли положение тела не стоим не лежим мы сидим соответственно новые участки как я сказал программа максимально простая но то же самое распространенная ошибка сидят и что-то дергают наваливают даже у профиков есть и да если у вас голень особенно небольшая прорабатывайте детали минимум не травмируетесь выполняем те же 12-15 повторений подходами определитесь же сами друзья мы выполнили основную базу и теперь как говорится контрольную голову делаем каждой ногой без веса поочередно то есть проверяем кондицию как правило хватает на 7 на 8 максимум на 10 повторений если вы хорошо поработали то 10 не получится для чего это надо это именно проверить насколько правильно вы выложились предыдущих упражнениях не больше не меньше так же начинаем с более слабой из более отстающей ноги потом под нее подстраиваем более сильно зацепились и поехали раз мне левая сильнее я начинаю с правой можете подстраховывается и помогать под пяточку лучше не левая легко правая тяжело выполнили одинаковое количество повторений и все после того как это все сделали желательно потянуться мы не будем сегодня рассказать про растяжку упражнений много но эта мышца очень сильно забивает спазмирует потому что потом вы будете ходить постоянно после тренировки и ваш домой еще куда-то и мало времени для отдыха поэтому потянитесь обязательно на левая и сегодня у меня точно вырастет сплит Андрюха, как болень твоя? Налилась капец. Боленько, да, чуть-чуть? Зачем я говорю? Давай заценим. Левую. Значит, друзья, в первую очередь хочу напомнить, что я говорил. Ни в коем случае не гонитесь за весами. Минимум 15 повторений, особенно в силовой работе. Ты со мной согласен? Однозначно. Иначе будет варикоз, и будет много неприятностей, особенно голод в этих вот местах. Ну, суставы начнут беспокоить. Это не нужно, оно все равно. Мы видели много спортсменов уже бывало, которые тягали, ну, ножи приличные на голень. Голень у них не появилось, честно говорю. А красоту навести можно небольшим весом. Теперь по поводу, сразу вопросы сыпались, как часто в неделю качать голень, где ее качать и так далее. Смотрите, здесь все очень индивидуально. Во-первых, зависит от вашего недельного цикла. То есть, сколько тренировок у нас в принципе. Если вы тренируетесь как профессионалы, полупрофессионалы, 4-5 раз, то можно тренировку ног делать в начале, как для разминки. Можно разделить эти круги, как бы их можно делать 1, 2, 3, 4. Можно их составлять несколько раз в неделю. Все зависит от вашей восстанавливаемости, от вашей физической подготовки, ну и от желания накачать непосредственно голень. Ну, однозначно это будет либо один раз мощный, либо два раза по чуть-чуть, там как вам расписание. Вот я тренирую 6 раз в неделю и тренирую голень вторник и суббота. Вторник у меня тяжелая тренировка, суббота у меня для кровонаполнения. А я раз в неделю тренирую ноги и в этот же день цепляю голень. Почему? Потому что она у меня не маленькая, в принципе, тренирую ноги, она уже налита. Она у меня отстающая, поэтому я уделяю внимание больше. Да, и поэтому я делаю такие растяжки, хорошие упражнения, и не хватает, чтобы быть в тонусе. Если я ее еще качал, ну она и так, в принципе, в штаны с трудом лазит. Но сам факт, то есть это работает вот 2 раза в неделю, если сильно надо, или раз в неделю, если не очень надо. Все мы сказали? Да. Все, основное помните, если что, кстати, вот спасибо за вопросы, задавайте вопросы, пишите в комментариях. Эти последние выпуски мы сделали именно благодаря вам, вашим идеям. То есть нам это приятно. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, что там у нас еще есть, донатьте и такое прочее. С вами был Константин, Андрей, Дмитрий. И Дмитрий, напомни, что еще нам нашим подписчикам надо сказать, чтобы наш канал развивался. И мы смогли быть для вас еще более интересными. Да, фидбэк приветствуется. Фидбэк приветствуется. Я хир знает, что это, но приветствуется. Мы благодарим клуб Оранс за предоставленную возможность для съемок. С вами был канал Мастерс оф Бадди. И фидбэк приветствуется. До новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо.